всем привет дорогие друзья на проводе как всегда реальная италия с желтым диваном фон неизменный дорогие друзья отвоеванное место мой уголок личный поэтому дорогие друзья уже терпите желтый фон так не выходила к вам дорогие друзья в эфир по той причине что у меня была травма термическая термическая травма глаза правого поэтому видите как я не накрашена сегодня потому что ну не хочу ничего вообще наносить так как боюсь что попадет что-либо в глаз три с половиной четыре дня была с повязкой и поэтому мне со сковороды капля горячего масла попала я не ездила проверять зрение не ездила в пронтосокорсу понимала что зрение а сорта зрения не поменялось но жёг очень сильно пекло в глазу и значит были приняты экстренные меры рассказываю тем кто может иметь такую травму от особенно хозяйки которые готовят дома да нужно срочно промыть холодной водой в течение хотя бы двух минут формовать холодной водой этажок термические глаза естественно не поступайте так как я идите сдаваться в госпиталь но знаю что многие проживают очень далеко от выезда например в какой-то больницу в какую-то областную многие в деревнях живут значит многие не не могут выехать по каким-то обстоятельствам промывать холодной водой и конечно же вам необходимо из аптеки приобрести значит такой вот как это сказать по-русски дорогие друзья раствор изотонический такой у меня это был солено видимо какой-то из морской воды вот детям промывают глазки вот таким раствором я промывала глаз и к сожалению дорогие друзья у меня не было под рукой не было не то что под рукой у меня не было абсолютно никакой возможности приобрести гель по моему 20 процентной солка сериал называется этот гель гель был снят в италии из производства аж 1999 году и этот гель который практически единственно прекрасный препарат который помогает заживлять термические ожоги значит именно в глазном яблоке и значит его производили на крови молодых телят и вот в европе осталась только швейцария но она поставляет только вот в те страны такие как россия беларусь украина этот гель и поэтому никаких поставок не может быть и и речи в италию например хотя швейцария граничит с италии и запрещено поставки этого солка серила я не знаю чем это связано то ли с это с с правами вот этих вот животных нарушения что не хотят вообще то ли это было с какой-то болезнью связано вы помните что этот был болезнь вот эта которая передавалась от животных в те 90-е года значит поэтому я точно не помню значит мне было муж принес вот такой гель из аптеки он называется реку джилл это что-то вроде нашего декспантенола который вы знаете что который при ожогах солнечных ожогах хорошо применяют в дерматологии и естественно это глазной гель кто живет здесь мелкие травмы подсказываю что именно спрашивайте сразу реку джилл это очень хорошее заживляющее средство ну то есть у нас выбора нет большого дорогие друзья с лукасирила нет которые практически пользуются весь наш мир на постсоветском пространстве здесь его просто нет поэтому вот заменяешь реку джилл он в россии кстати имеет другое название можно найти его кстати он называется по-другому в россии это марка итальянская но в смысле по-другому называется точно такая же упаковка рисунок я смотрела в интернете ну вот такие вот дела дорогие друзья со мной произошли что происходит в италии дорогие друзья в италии происходит вообще конечно же все смешалось и люди и кони в кучу тут в крупных регионах эмилия романе калабрия произошли выборы в основном калабрия победила достаточно скажем так партия берлускони вроде бы вышла на лидирующие позиции ну а эмилия романе это достаточно сильный наш регион с большим производством вышли значит партия ну так их называют скажем так социалистов скажем так да не здесь грозился взять регион в руки сальвиния знаменитый но на выборах вот именно результат показали группа социалистов итальянских скажем так дальше дорогие друзья что происходит какая обстановка с это коронарным этим вирусом который уже более ста персон погубил на территории Китая и естественно грозит грозит всему мировому сообществу что происходит в Италии очень все спокойно никакой профилактики нигде ничего не применяется в масках никто не ходит только люди которые значит прошли какие-то оперативные методы вмешательства после госпиталя они значит то используют маски это очень большая редкость все нормально все спокойные нигде ничего показывают только по новостям Китай но дорогие друзья хотелось бы конечно чтобы меры были какие-то побольше пожестче но никто пока никакие рейсы в Китай не отменял из Китая по-моему тоже никто ничего не отменял вот я заказала себе из Китая первый раз в жизни сережки но они попали как раз на тот пик и в 19 января посылка остановилась вообще абсолютно никакого сдвига видимо заблокирована где-то даже на вылете так она не смогла даже вы вылететь из Шанхая или откуда она там должна была вылетать и поэтому с Китаем посылки я бы сейчас конечно же приостановила если кто-то покупает алиэкспресс или что-то ну дорогие друзья я не уверена конечно что этот вирус может передаваться через какие-то посылки но как говорится чем черт не шутит лучше это все дело приостановить до лучших времен поэтому не советую заказывать ничего из Китая вот дорогие друзья дальше профилактические меры даже если это сезонные какие-то типы вируса гриппа ходят в Италии никто никогда никакие школы не останавливала на карантин я здесь живу 12 лет на моей памяти абсолютно никаких профилактических мер не проводится ну естественно что-то какое-то может быть они окна открывают чтобы проветрить этот класс в садике там больше они убирают больше как-то моют полы на больших каких-то переменах когда дети выходят на прогулку ну а в такой базовой школе в школе начальной там все варятся в бактериологическом соку передают друг от друга инфекции поэтому мой муж говорит что итальянская нация это сильная нация что они уже им никакие вирусы не страшны так как на территории Италии вы знаете большое количество прибывает приплывает различных иностранцев с африканского континента и вообще непонятно с каких планет попадают на территории Италии поэтому он говорит что на территории Италии проживают сильнейшие по иммунитету люди товарищи друзья может быть и конечно дорогие друзья есть в этом какая-то доля правды потому что во-первых питание у итальянца достаточно прекрасно вирусы конечно попадают и они видимо как-то уже мутируются но видимо они действительно сильны так как ни одна школа в период гриппа пика гриппа здесь очень часто бывают энтеровирусные инфекции очень часто в основном это диарея и рвота у итальянцев это просто ну конкретно вот такие вот попутчики такого вот периода гриппозного а так значит дорогие друзья никаких абсолютно профилактических мер нигде не проводится никто никакие значит бусы из чеснока детям не вешает как это было я помню у нас в беларуси в группе когда была эпидемия гриппа наши значит воспитатели делали бусики из чеснока деткам ну что вы думаете ну это кстати неплохая идея потому что чеснок это большой такой вот значит борец фитонцидный такой вот значит скажем так специя которая борется с различными типами вируса вот что вы смеетесь я помню делали это кстати это заметку возьмите у кого дома детей много можете или кто-то простудился из киндер-сюрприза мы брали вот саму эту коровочку желтенькую протыкали очень хорошо хорошие дырки делали вот на огне иглу значит понимаете процесс скальдары скальдары нагревали иглу и протыкали значит эту коробочку и ложили туда чеснок разрезанный чтобы он давал вот этот запах чеснока и вот эти фитонциды вокруг носа они как бы да я считаю что какая-то работа идет в этот момент естественно это хорошая профилактика поэтому возьмите себе на заметку дорогие друзья так дальше сегодня мне пришла посылка хотела просто вам показать я вновь приобрела облепиховое масло потому что у меня не очень прекрасные результаты по гастриту трофическому вы знаете что практически борюсь но борюсь так вы знаете диету не соблюдаю абсолютно это так борюсь мне вообще нельзя кушать мандарины апельсины а я их тоннами съедаю и вот эта кислота мне конечно обжигает оболочку вот такое масло облепиховое я приобрела за атомную цену в этот раз атомная цена потому что на сайте на итальянском было приобретать но это еще раз повторяю стопроцентное облепиховое масло вот здесь написано видно вам там или нет не видно так но это ни с какой ни с каким подсолнечным маслом не смешано у нас там в беларуси в россии продают масло которое 60 процентов смешано 65 процентов подсолнечного и 40 процентов 60 40 процентов облепихового это полностью стопроцентное облепиховое масло которое производит поисковая фирма они видимо разливают его в польше но произведено оно было в сибири написано сибирское масло вот видите сибириан вот кто читает по-английски смотрите дорогие друзья вот так вот называется так дальше дорогие друзья мне в этой посылке пришел чайок чайок вот такой чай когда-то я вам показывала он у меня уже закончился полностью пустые банки вот это был розовый чай смотрите осталось на дне там видите с розами просто бутоны роз был обалденный чай кто все не приходил все спрашивали дайте чай такой где ты взяла 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 я где взяла в интернете я такой чай нигде не взяла если честно в этой жизни и я себе заказала вот такой чай дорогие друзья еще одну коробку он очень дорогой здесь 100 грамм 12 евро стоит не знаю цена конечно атомная но пахнет карамель кофе там вот смотрите такой пакет чай очень высокого качества я не знаю чей он дорогие друзья 100% так чей он написано мануфактура германи вот видите смотрите не знаю откуда что где какая мешанина но в общем в германии произведен вот этот чай это супер вот эта коробка пахнет ну хорошо я так выбрала дорогие друзья я уже просто знаю что это просто будет бомба а не чай так дальше что мне еще пришло дорогие друзья мне пришли вот такие бусы хочу же похвалиться бусами вот такие бусы пришли смотрите шик правда такие горохи летом одеть такие горохи горохи такие мне они очень приглянулись и я их должна была выкупить ну это такая вообще бесстыжая натура муж меня наверное скоро выгонит потому что я слишком много денег трачу ну я ж не делала вообще шопинг зимний поэтому пускай меня ну уже прощают как-нибудь и вот такие дорогие друзья такие бусики смотрите это ой смотрите какая красота неземная просто да резина как это сказать резина это что-то связано с бакелитом и смолой это конечно же не как это называется янтарь но из этой оперы что-то да так вот дорогие друзья вот такие у нас дела в Италии здесь то выборы то вирусы поэтому а самое конечно дорогие друзья история будет впереди поэтому будем надеяться что все таки что-то произойдет но так как вы знаете что перевозки перелеты отправки заправки с Китаем полным ходом кто-то был на каникулах у кого-то там живут дети которые начали удираться возвращаться у Москвы Санкт-Петербург или Минске естественно дорогие друзья что-либо могут они по миру и завести поэтому будем надеяться на исход положительный так а пока дорогие друзья я с вами прощаюсь на проводе была как всегда реальная Италия была рада с вами вновь встретиться выйти на связь всем всего доброго пока пока пока